Всем добрый день! С вами Мельниченко Ирина. И сегодня мы сделаем для вас видео обзор одного из моих любимых комплексов, который уже сдан и называется он Прохладная долина. Если вас интересуют квартиры в Сочи для постоянного проживания, досмотрите это видео до конца. Я уверена, что оно вам очень понравится. Я сейчас нахожусь наверху, это у нас верхние дома, прямо коттедж. Один, вернее, из коттеджей, который был продан за 13 миллионов. Сейчас его уже выставили на перепродажу за 16, насколько у меня верная информация. Если кому-то интересно, то можно его приобрести. Площадь, по-моему, 220 квадратных метров. Идет подключение сейчас газа уже к последним домам. Установлено видеонаблюдение. В принципе, территорию уже практически всю закончили. Сейчас я вниз спущусь, покажу вам. Там прям все уже очень красиво. И сегодня в верхних домах у меня одно для вас предложение. Неплохое, которое подойдет для сдачи в аренду. Ну и, в принципе, для проживания тоже. Это студия 25 квадратных метров в восьмом доме. Это первый этаж с уже оплаченным газом. Одно большое окно и выход на балкон. Зона санузла при входе с правой стороны. Отличный боковой вид на море и на горы. Стоимость этой студии 3 миллиона рублей. Напомню, что дом уже сдан. Позиционируется как бизнес-класса. Своя собственная управляющая компания. Невысокие коммунальные платежи. В каждой квартире индивидуальный газовый котел. Я думаю, это видео будет полезно также тем, кто здесь уже купил квартиры. Всем моим покупателям огромнейший привет. У меня их здесь очень много. Кто-то покупал для себя, кто-то для аренды, кто-то для перепродажи. Красивые домики получились. Классное тихое место рядом с центром города. И внизу там уже готова детская площадка. Кстати, люди сюда уже заехали. Несколько квартир уже сделали ремонты и уже здесь живут. Статус здесь обещали нам квартирный, но получилось в Сочи жилое помещение. Но в принципе в дальнейшем, если это будет кому-то очень сильно нужно, то перевести в квартирник также возможно. Планируется здесь на территории строительства еще одного дома. Будет расположено ориентировочно вот в этом месте, где как раз нам обещали бассейн. Но, как сказал застройщик, что половина купивших не хотят бассейн, половина хотят. Поэтому это спорный такой вопрос. Немного меня расстроило то, что верхние дома, видите, цоколь обещали тоже нам сделать, дагестанский камень. Ну, видимо, уже под конец стройки что-то решили сэкономить. Конечно, получилось не очень красиво, просто под покраску. Ну, как говорится, что есть, то есть. От застройщика здесь остались только большие площади 48 квадратных метров, они акционные сейчас. Если кому-то интересно, пишите, звоните, я вам всю информацию предоставлю. Вот, а мы сейчас с вами спускаемся вниз и посмотрим, что у нас там внизу. Перепродаж здесь много, я сегодня их все снимать не буду. Сниму вот эти вот наиболее интересные, на мой взгляд, для вас. И есть еще здесь, то есть площади здесь 24, 25, 31 квадрат, 37, 38 квадратов и 40, 47, 48 квадратных метров с возможностью объединения. Территория закрыта, охраняемая. Здесь два шлагбаума, один наверху, один внизу. То есть заехать сюда тоже можно с двух сторон. Район у нас Донская, с развитой инфраструктурой, остановка прямо возле комплекса автобусная и буквально в 150 метрах школа, что очень удобно для постоянного проживания. А мы сейчас с вами посмотрим квартиру с вот такой вот обалденной террасой. Одна из моих любимых квартир. Она угловая, 38 квадратных метров, три окна. И бонусом здесь идет терраса. Кстати, вот видите, уже ландшафтный дизайн практически готов. К лету все распустится, будет красиво. Высокий потолок и вход отдельно, прямо с улицы вы заходите в свою квартиру. То есть вот с этого места, где я сейчас стою, вот эта вот огромная терраса, это все в вашем распоряжении. Есть даже небольшой вид на море. Эту квартиру покупала моя одноклассница Светлана из Иркутска. И сейчас она решила ее продать. Здесь, в принципе, за счет планировки можно даже сделать две небольшие комнаты и кухню-гостиную с выходом как раз на эту замечательную террасу. Ну, либо одну спальню и кухню-гостиную. Здесь потолок на первом этаже около четырех метров. Классная просторная квартира. Примерно с террасы здесь около 70 квадратов площадь. Представляете, как здорово здесь можно поставить лежачок и загорать. То есть вот вход здесь получается вот здесь вот. Поднимаетесь и заходите в свою квартиру. Детская площадка. Она закрытая, чтобы дети не разбежались. В принципе, неплохое покрытие мягонькое. Горки. Я думаю, где-то от двух лет до восьми здесь будет деткам интересно. Много лавочек, кстати. Пенсионерам будет где посидеть. Тоже хорошо. Территория здесь не маленькая, по сочинским меркам. Поэтому мне этот комплекс всегда нравился. И давайте я вот здесь вот спущусь вниз ко второму дому. Там у нас квартира тоже с отдельным входом. 31 квадратный метр по цене 4 миллиона 200 тысяч рублей. Концепция очень необычная для Сочи. То есть домики выглядят как коттеджи. Здесь немного людей. И такое ощущение, что ты живешь не в квартире, а в каком-то своем таком коттеджике. И в то же самое время в центральном районе. То есть до центра на машине ехать, ну, я думаю, минут 7-8, наверное, не больше. Смотрите, квартира с отдельным входом на первом этаже. А второй и третий этаж уже через подъезд мы заходим. Я думаю, что к лету здесь уже однозначно вообще все будет готово. Большая часть квартир уже сделают ремонты. И будет здесь здорово. Планируется также вот здесь вот гипермаркет, вернее не гипермаркет, а продуктовый магазин. И остановка у нас вот здесь вот прям сразу за территорией комплекса. Хорошо так сделали все аккуратненько. И перильцы такие славные, и лесенки все. Есть где припарковаться, что тоже немаловажно. Дагестанский камень на фасадах имеет такое хорошее свойство, что он не портится, не темнеет, не выходит из моды. Поэтому эти дома, они даже там через 10-20 лет, они будут тоже достаточно красиво выглядеть. Все так надежно, хорошо. Уже вижу тоже на втором этаже ремонт уже доделали люди. Молодцы. И еще одно предложение. Это тоже студия прямоугольная. 31 квадратный метр с отдельным выходом и вот с такой вот небольшой своей террасы. Хорошее большое окно, есть дизайн-проект у этой квартиры. Поэтому, если вам это интересно, звоните мне прямо сейчас. Соседи здесь уже друг с другом знакомятся, ходят в гости. Ремонт смотреть. Олеандр растет очень быстро. Розовые, белые, ярко-малиновые цветы. Большие такие красивые кусты, наверное, многие из вас знают. Вырастает он примерно до 5 метров, 4-5 метров высотой. Цветет два раза в году. Будет очень красиво здесь в дальнейшем. Сама бы здесь с удовольствием жила. Если вам понравился данный жилой комплекс, обращайтесь. Я дам вам более подробную информацию по всем квартирам и предложу вам самые выгодные варианты. Также напомню, что здесь возможно оформление ипотеки с помощью Спербанка. А я еще раз хочу передать привет всем своим покупателям, которые купили здесь квартиры и сделали правильный выбор. Я всех очень рада была видеть. Желаю всем отличного настроения и хорошего дня. Увидимся с вами в следующем видео.